МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стараются любыми путями отвлечь внимание, вывести на эмоции. Допустим, то баночка не та, то товар не тот. Аферисты умело отвлекают продавца, а дальше ловкость рук. Обман происходит и в кафе. Главное – долго искать сдачу, и если бариста удалось отвлечь, купюра убирается обратно в кошелек. У нас были такие случаи. Один раз сотрудник попался на эту ловку, и дважды мы уже предотвращали такие случаи. То есть и запись, видео, техника, там все прослеживается идеально. Единственное, что людей сложно идентифицировать, потому что сейчас масочный режим. Еще одна распространенная схема – мошенники, представляясь сотрудниками общественных организаций, указывают на якобы выявленные нарушения и предлагают продавцам решить вопрос на месте. Самое главное в любых таких ситуациях непонятных не бояться, обращаться в администрацию. При необходимости администрации вызовет сотрудника полиции, участкового, который расскажет, как поступать в таких обстоятельствах. А здесь самое страшное, что вот эти мошенники, они являются довольно хорошими психологами. И даже если у человека не было ни нарушения, ничего, они ему расскажут такого, что просто волосы встают дыбом. За первое полугодие этого года в Одинцовском округе зарегистрировано 630 фактов мошенничества в отношении граждан. Сотрудники полиции рекомендуют быть максимально бдительными и сразу же обращаться в правоохранительные органы. Злоумышленники придумывают новые различные схемы, формы хищения денежных средств граждан. Полиция обращается к жителям нашего Одинцовского городского округа. Будьте внимательны, если вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно обращайтесь в дежурную часть управления или звоните по телефону 8-495-593-10-62, 593-20-65, 02 или 112. Екатерина Крамер, Виктория Максюта, телекомпания Одинцова.